Последнее заседание городского совета в этом году вновь прошло в активных дискуссиях. Депутаты обсудили бюджет Омска на будущий год. Коммунисты голосовали против предлагаемого проекта и обосновали свое решение убедительными аргументами. С ними согласились даже единороссы, однако размер городской казны правящее большинство все же утвердило. Обо всем по порядку в следующем сюжете. Бюджет в 10 раз меньше необходимого. Наш город, получается, обдирают как липку, город вымирает с 2017 года. Самая низкая бюджетная обеспеченность на одного мяча из городов-миллионников. В будущем году денег снова не хватает. В 2021 Омск вступает с предельным дефицитом, практически на уровне допустимых 10%. При этом в будущее правящее большинство смотрит со странным оптимизмом. В наступающем году единороссы надеются еще не раз пересмотреть бюджет. На что надеется партия власти в условиях пандемии и глобального финансового кризиса, сказать сложно. Тем временем коммунисты вновь подняли больную тему о налогах, которые крупнейшие предприятия Омска платят другим городам. Эти огромные суммы могли бы сразу решить множество проблем. На территории Омской области производится каждый сотый рубль валового внутреннего продукта в целом Российской Федерации. Но остается только один из тысячи собираемых рублей. То есть в 10 раз больше собирается, но в 10 раз меньше оставляется городу. И деньги уходят в Москву, в Санкт-Петербург. Вот абсурд, что бюджет города-миллионника равен состоянию двух омских олигархов. И крупнейшие налогоплательщики, нефтезавод, полет, баранова платят налоги, налог на прибыль в субъекты Российской Федерации, в центральные. Об утекающих из города налогах фракция КПРФ говорит не первый год. На этом заседании Омской думы вдруг случилось предновогоднее чудо. Единороссы выразили полное согласие с коллегами от Компартии и озвучили намерение вернуть налоговые отчисления нашему городу через всероссийский парламент. Пока же исходить нужно из того, что есть. И быть поэкономнее, напомнили коммунисты. Например, сразу отсечь лишние расходы. Среди них доплата из бюджета старшим по домам. На поощрение за общественную деятельность в финансовом проекте на будущий год заложено сразу 20 миллионов рублей. На сегодняшний день кто такие старшие по домам? Это боевой отряд Единой России в борьбе за власть. Ведь я вот как сам прошел не через уже одну выборную кампанию и наглядно убедился в том, что именно старшие по домам борются за власть Единой России. За редким исключением, могу сказать. Основная масса, да. Они распространяют их агитационную продукцию и в то же время они уничтожают нашу агитационную продукцию, тем самым создавая нам сложности. Свою позицию коммунисты аргументировали тем, что работа председателей Советов многоквартирных домов и так оплачивается управляющими компаниями. Несмотря на все доводы, правящее большинство решило проголосовать за эту поправку. Точно так же прошел и пункт о горюче-смазочных материалах для ПТП номер 8. По мнению фракции КПРФ, количество средств на топливо завышено вдвое, и сэкономить можно было по крайней мере миллиард. Своё недоумение по поводу предложенной суммы оппозиция выразила и по другой причине. Не так давно был озвучен новый предельно допустимый тариф на проезд в общественном транспорте. Я вот в аэропорт недавно ехал по Яндекс.Такси. С центра Омска до аэропорта 70 рублей. Я дал таксисту с Яндекса 100, мне просто его жалко стало. У нас, извиняюсь, на такси проехать 70, а на электрическом транспорте уже 65. В троллейбусе прокатиться. Это беспредел полный. И вот вы эти цифры закладываете в бюджет, когда у вас реально автобусы тратят там, на мой взгляд, ну, по словам водителей на конечных остановках 30-40 литров, а у вас по бумагам под 80 литров расход. Вы понимаете, какие деньги списываются бешеные в год? По итогу премии коммунистов, которые раз предложили партиям объединиться и проголосовать против предложенного бюджета. Только в этом случае, считает фракция КПРФ, Омску не придется на всем экономить и удастся поменять свое положение. Ведь на единодушие депутатов всех фракций наверняка обратила бы внимание федерация. Пока же бюджет в размере 19,5 миллиардов рублей остается самым низким среди городов-миллионников России. В Новосибирске проголосовали за 50 миллиардов. Это в два с половиной раза больше. Даже больше. За Тюмень при населении 660 тысяч человек это уже 33 миллиарда. Ну, на 13 миллиардов меньше. А у нас миллионник город. Сургут, обыкновенный Сургут в Тюменской области, и он получает 31 миллиард. Это при населении 330 тысяч человек. Ну, я все время говорю, каждый год уже подряд уже это смешно.